Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 24 года, в моей жизни сейчас период без отношений, при этом есть потребность в общении и сексе с молодыми людьми. Знакомлюсь с приложением по типу Тиндера. Последний раз встретились с парнем, он мне понравился на первой же встрече перед спальком. Все было хорошо, но после расставания он не писал. Через неделю удалил чат из Тиндера, при этом в Телеграме оставил. Я была бы не против встретиться с ним еще раз, но я переживаю, чтобы стать первой, тем более после того, как он зачем-то удалил чат, мне уважительно по отношению к себе и глупо, как достойно вести себя в этой ситуации в следующие разы, чтобы после быстрых знакомств не оставаться в полном недоумении от действий другого человека. Я думаю, что здесь нужно разделить достойное поведение и недоумение. Дело в том, что недоумение это больше про ваши ожидания и про попытку опереться на отношения и поведение другого человека по, ну, к вам. Это первое. То есть, это такой момент. Второй момент, это ожидания от, грубо говоря, ну, от человека, от ситуации, от встречи и так далее. То есть, у вас ожидания, что человек с вами, как бы, ну, будет поддерживать какой-то контакт. Я думаю, что в русле, в контексте того, что вы как-то вот встречаетесь с мужчинами ради секса, нет ничего зазорного, написать, написать, что вы хотели бы еще. Потому что секс это просто секс. Но если вы хотите, на самом деле, чего-то другого, если вы, на самом деле, хотите чего-то другого, если все-таки вам нужен, ну, не только секс, если все-таки вам нужно, ну, например, серьезные отношения, допустим, допустим, я не знаю пока, да, но допустим, то, наверное, вот такой формат это не совсем то, что вам подходит. Ну, вот. Понимаете? Потому что при таком формате нравится вам это или нет, люди вам ничего не должны. А ваши недоумения связаны именно с ожиданием, которое у вас есть от, условно говоря, человека. Поскольку в этой, ну, в этой части, в этой сфере, если угодно, многое завязано на потребностях, многое, то есть, ну, что я имею в виду, я имею в виду, что вот мужчина хотел с вами переспать, вы хотели с ним переспать, но он с вами переспал один раз, с ним и достаточно, вы хотите еще. Соответственно, если вы хотите еще, нет ничего зазорного в том, чтобы озвучить вашу потребность, это абсолютно нормально и я не думаю, не думаю, что в этом есть что-то такое. Ну, вот. Вы же, в свою очередь, пишите, что написать первое неуважительно по отношению к себе. Ну, как бы, почему-то вы считаете, что встречаться с мужчиной радио секса это нормально, да, а удалять переписку, ну, с вами. Это почему-то не нормально. Вот. То есть, вот надо бы сначала определиться с вашими приоритетами, как мне кажется, с приоритетами, с, ну, как бы, с ценностями, с ценностями, ну, с вашими ценностями, надо определить. Вот. И уже исходя из этого, ну, как-то вот двигаться, да, уже исходя из этого, как-то вот, ну, смотреть на то, как вы дальше хотите выстраивать отношения. Вот. Может быть, ну, 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 может быть, а вам имеет смысл как-то сразу человеку говорить о том, что вот, там, ну, что для вас приемлемо, приемлемо, да, например, а, что нет, вот. все для вас адекватно, опять же, а, что нет, вот, потому что, мужчина, может быть, понимает такого рода отношения, вот, ну, ну, как бы, по-своему, просто. То есть, ну, то есть, он это видит, вот, ну, по-своему. Он это видит, вот, так, как он видит. неважно, хорошо это или плохо, он просто видит это по-своему, вот. Ну, ну, как бы, не так, как вы, не так, как вы, скажем, скажем так, вот. И все. И, на мой взгляд, это нормально, абсолютно. Кстати говоря, кстати, кстати говоря, кстати говоря, человек мог с вами, ну, мог вам больше, мог вам больше не писать, не писать, да, в том, в том числе потому, что, ну, чтобы не, провоцировать, возможно. Например, думая, что вы начнете как-то вот, ну, просить, да, требовать там более серьезных, более серьезных отношений. Вот. Такое бывает довольно, довольно часто, вот, и мужчина мог, мог, ну, мог просто стараться этого избежать. Вот. Что, на мой взгляд, является, ну, также вполне нормальной позицией в рамках, ну, в рамках, в рамках отношений, в рамках отношений, которые у вас, вот, так скажем, выстраиваются, складываются и так далее. Вот. То есть, я думаю, такая какая-то история здесь. то есть, само, вот, какое-то само понятие достоинства, да, само понятие, ну, достойности, вы определяете, ну, сами, наверное. сами решаете, как вам, ну, себя вести, чтобы было хорошо. Вот. Чтобы было хорошо, чтобы было, как-то вот, ну, соответствующее вам, было соответствующее тому, как вы хотите. Вот. Я думаю, так. И я думаю, что никто не может, вам указывать, как надо, ну, как надо действовать, как надо поступать. Ну, Потому что, ну, вы, вы сами это определяете. На мой взгляд. как-то так. Поэтому, вот, постарайтесь, постарайтесь именно определиться со своими, ну, приоритетами, да, постарайтесь определиться с тем, вот, как я-то это все вижу, да, как мне, как мне-то это все, вот, ну, да, вот. И, соответственно, уже, дальше исходя из этого, вы можете выстраивать свою модель поведения, да, то есть вы сами можете формулировать, вы сами можете формировать то, как будут строиться отношения с, ну, с теми же мужчинами, например. как бы вы сами это будете делать. Нет, от кого-то отталкивается, как, ну, как сейчас это происходит, да, вот, а, именно, 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 ну, именно самостоятельно это делать будете. Вот. Мне кажется, так, я бы, я бы, я бы, я бы вот так вам ответил, и я думаю, что это самый такой, вот, ну, оптимальный, как, как мне видится, самый оптимальный вариант для, ну, для вас, по крайней мере. Ну, вот, какая такая история. Вот. Как-то так, я бы сказал вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать с собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится.